Добрый вечер! Вы смотрите Вести Молдова в студии Олеся Кайря. Для начала по традиции коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Ирина Влах официально вступила в должность Башкана Гагаузии. Фермеры, как и обещали, устроили массовые акции протеста по всей стране. Социалисты обсудили сегодня с педагогами кодекс об образовании. Обо всем этом и многом другом подробно. Новоизбранный Башкан Гагаузии Ирина Влах сегодня официально вступила в должность. В соответствии с местным законодательством, инаугурация нового главы автономии состоялась в рамках специального заседания Народного собрания, на котором присутствовали сотни людей. Торжественное мероприятие прошло на площади Победы в центре Камрата. Концентрация усилий на региональных программах обязательно даст хороший результат. Сильная экономика позволит решить и социальные задачи. Я уверена, возрождение Молдовы начнется с регионов. И Гагаузия будет достойным примером. В церемонии инаугурации приняли участие председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Кирилл Габурич, приветствовавший и собравшийся сразу на трех языках. Представители депкорпуса, аккредитованные в Молдове, среди которых послы России и Турции, а также члены фракции социалистов, поддержавшие независимого кандидата Влах на прошедших выборах. В поздравительном послании Андриан Канду выразил надежду на то, что будет создана постоянная платформа для диалога между Кишиневым и Камратом. Фарид Мухаммедшин пожелал новому Башкану успеха в работе, а митрополит Владимир подарил Ирине Влах икону и Библию. Президент Николай Тимофтьев в Камрат не поехал, он отправил на мероприятие своего политического советника Владимира Чубану. С новым главой автономии Тимофтьев встретился позже в Кишиневе во время ее принесения присяги в качестве члена правительства. Напомним, Ирина Влах одержала победу в первом туре выборов, набрав более 51% голосов избирателей, оставив позади своего основного конкурента представителя Демпартии Николая Дудогла, а также восьмерых других участников электоральной гонки. Победа кандидата женщины на выборах Башкана, причем в первом же туре, случилась впервые в истории Гагаузии. Сегодня по стране прокатилась новая волна протестов. Аграрии, как и обещали, перекрыли сельхозтехникой главные автомагистрали республики. Таким образом, они в очередной раз попытались заставить правительству пойти на уступки и выполнить ранее выдвинутые требования. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Перекрывать автотрассы сельхозтехникой аграрии начали одновременно во всех районах страны. К 10 утра движение на большинстве автомагистралей было заблокировано. В общей сложности протестовать против политики властей вышли около пяти тысяч фермеров. Впрочем, акция могла быть куда более масштабной, заявили представители Ассоциации сельхозпроизводителей. Многие фермеры получили угрозы, предупреждения о том, что они будут привлечены к ответственности, что они будут оштрафованы, что будут у них проблемы. И вот я вижу, что в Новоаненском районе сказалось, что это многие фермеры не пришли сегодня. А между тем, ситуация в отрасли катастрофическая. Сельхозпроизводители сетуют аграрии. И если помимо удобрений, горючего, подорожают еще газ и электроэнергия, то многим из них придется попросту свернуть производство. Мы производим томат-пасту, зеленый горошек. Если будет подорожать на 40% и обещают даже на 60% этого, вообще, наверное, вот этот цех будем закрывать, потому что нерентабельно. Еще в марте сельхозпроизводители представили правительству свой антикризисный план, потребовав вдвое увеличить фонд субсидирования, снизить налоги и сделать доступными кредиты. Возьмем Германию, Англию, Америку. Вы посмотрите, какие кредиты для сельского хозяйства. 7, 9, 11% у нас какие? 25% это что, куда? 28% банки выдают кредиты. Так как может человек работать в сельском хозяйстве? Но, похоже, правительство пока не намерено идти на уступки. Сегодня, после заседания Кабмина, вице-министр сельского хозяйства Николай Лару заявил журналистам, что в госказне денег на увеличение фонда субсидирования нет. И все же аграрии надежд не теряют и готовы ждать до 1 мая. Но если и к этому времени их требования не будут выполнены, то вместе с сельхозтехникой и тоннами гнилых фруктов они приедут протестовать в Кишинев. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Члены партии Юрия Лянко будут участвовать в местных выборах по списку избирательного блока «Европейская народная платформа Молдовы», в который войдут еще три политформирования. Либерально-реформаторская партия во главе с Ионом Хадырко, партия «Демократическое действие» под руководством Михаила Годи и партия «Демократия дома», лидером которой является Василий Костюк. Об этом решении Юрий Лянко объявил сегодня на пресс-конференции. Бывший премьер объяснил, что вынужден был пойти на этот шаг, поскольку «Европейская народная партия Молдовы» до сих пор не зарегистрирована в Минюсте. По словам Лянко, именно этой командой они пойдут на выборы мэра столицы и в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на пост гадоначальника. Политформирование Рината Усатова лидирует в предпочтениях избирателей. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные независимого соцопроса, проведенного Национал-демократическим институтом США. Так, согласно исследованию, если бы выборы состоялись в ближайшее время, наша партия набрала бы 13% голосов избирателей. Вслед за ней идет политформирование Юрия Лянко с 12%. Примечательно, что правящие партии ЛДПМ и ДПМ в рейтинге предпочтений занимают последние места с 7% и 8% соответственно, передает интернет-портал disketi.md. Как сообщается, независимый соцопрос проводился с 1 по 26 марта этого года в ряде регионов Молдовы. В нем приняли участие 1500 человек. Решения, принятые ранее правительством о государственной гарантиях кредитов, предоставленных Национальным банком Молдовы и Трем коммерческим банком, находящимся в финансовом затруднении, были опубликованы в официальном мониторе. Согласно документу, Кабинет министров предоставил кредиты на сумму 9,5 млрд леев Банк Диэкономии, Банка Сычала и Унибанку. Также указано, что была создана рабочая комиссия при участии МВД, СИБА, Министерства финансов, НБМ и НЦБК, которые занимаются анализом баланса физических и юридических лиц с частым капиталом во избежание отмывания денег и финансирования терроризма. Когда НЦБК и Национальная антикоррупционная комиссия будут работать как в Европе, а прокуратура станет деполитизированной, тогда в Молдове появится функциональная судебная система. Такое заявление сделал глава делегации Эспирко Тупиола в интервью Радио Молдова. По словам дипломата, реформу в этой сфере можно будет считать завершенной лишь тогда, когда граждане Молдовы посчитают, что в их стране действует функциональная и независимая судебная система. Ранее европейский чиновник представил доклад, в котором в качестве приоритетных задач для нашей страны выделил борьбу с коррупцией, реформу юстиции. Япония выделит Республике Молдова грант на сумму 980 тысяч долларов для улучшения санитарно-гигиенических условий и развития материально-технической базы 1040 школ страны. Соответствующее соглашение подписали сегодня премьер-министр Кирилл Габулич и посол Японии в Молдове Шигеки Суми. По словам председателя правительства, деньги будут направлены на приобретение оборудования и продуктов. До 2014 года общий объем помощи, оказанный Японией и Республике Молдова, составил 200 миллионов долларов. Политзаключенный Михаил Амерберг и Павел Григорчук помещены под домашний арест. Суд центрального района столицы удовлетворил просьбу адвокатов задержанных и изменил меру пресечения. Активисты Амерберг и Григорчук были арестованы правоохранителями в канун парламентских выборов 2014 года. Их обвинили в организации преступной группировки. Продолжаем выпуск. Новый кодекс об образовании и поправке. К нему стали главной темой дискуссии на состоявшихся сегодня публичных слушаниях, организованных молодежным крылом партии социалистов. В них приняли участие члены педагогических коллективов, представители родительских комитетов и ученических советов. В том числе они обсудили нынешние проблемы в системе образования и пути их решения. Подробности в нашем следующем сюжете. Новый кодекс об образовании, принятый в июне прошлого года, вызвал немало споров и противоречий. А потом и члены молодежного крыла партии социалистов, которая неоднократно выступала против ряда положений в документе, решили инициировать свои поправки. Но прежде они посчитали необходимым вынести их на публичное обсуждение. Принять участие в дискуссиях были приглашены учащиеся и руководители лицеев, представители родительских комитетов, а также педагоги. У вас есть тот опыт в данной работе. Вы работаете каждый день в данной отрасли. Поэтому вы, как никто другой, лучше всего знаете, какие самые лучшие пути решения нынешних проблем будут найдены. Члены молодой гвардии и представители педагогических коллективов не отрицают. Новый кодекс молдавскому образованию нужен. Я хотел бы, чтобы все вот эти вот новшества, которые мы вводим сейчас и будем продолжать вводить, были на пользу образования. Участники парламентских слушаний также дискутировали о проблемах языка преподавания, новом механизме назначения руководителей образовательных учреждений, условиях сдачи бака, а выдвинутые в итоге предложения, возможно, войдут в будущий законопроект, который социалисты намерены представить в ближайшем будущем парламенту. И, как всегда, в заключении выпуска информация от Национального банка Молдовы на завтрашний день. Основные иностранные валюты продолжат свой рост. Так, официальный курс евро, подорожав на 17 банов, составит 19 леев 2 бана. На 14 банов подорожает и доллар, до 17 леев 97 банов. 4 пункта прибавит румынская валюта, этого 4 лея 30 банов. Плюс 6 банов у украинской гривны, итого 84 бана. И курс российского рубля, прибавив 1 пункт, составит 35 банов. Такими были вести дня сегодняшнего. Напомню, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на нашей странице в интернете rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды и вести от наших российских коллег. Я же Алиса Кайряк, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова